Какой сервис или программу вы посоветуете для создания шосс? Друзья мои, я очень много вам сегодня говорил про то, как правильно размещать шосс, как правильно делать. И вот я хочу еще раз акцентировать ваше внимание. Чем меньше будет посредников между вами и ютубом, посредников это в качестве программ, сервисов, не знаю, каких-то еще приблуд, да, тем лучше. Меньше в шоссе, потому что задача у шоссе их очень много, потому что делается их огромное количество и они короткие. Для ютуба проблема понять оригинальный это контент или нет, ваш это контент или нет. И вот если вы свое видео, то есть заливаете, это опять мое предположение, это не правило ютуба. Если, я думаю, что если вы, самый правильный вариант, если вы свое видео заливаете прямо с телефона на ютуб, делая, у ютуба есть там внутри можно подписать, поставить фильтры, поставить какую-то анимашку, они будут развивать, то есть как бы ютуб понимает, что вы, он же видит по логам вашего видео, что вы только что это видео записали с своего телефона, записали себя в режиме реального времени и это видео отправив на обработку средствами ютуба, отправили на ютуб. Он понимает, что у вас уникальный контент и не тратит ресурсы свои, свои команды аппаратные на распознавание чей-то контент, потому что он по умолчанию понимает, что это вы и даже в видео поставили звуки с фонотеки ютуба. Все. Если вы используете какие-то другие сервисы, то вы, как это происходит, вы закачали видео себе на телефон, потом скачали его с телефона, либо в телефоне закачали в программу. Программа, а рыбак, рыбака видит издалека, то есть программа программы, ну алгоритм программы и алгоритм ютуба, он понимает, что это две программы, да, то, что ваше видео прошло уже какую-то обработку. Или же вы заливаете уже это видео на ютуб, и я думаю, что скорее всего к этому видео будет особо пристальное внимание, потому что оно де-факто под сомнением оригинальное. А что хочет ютуб? Первое, ютуб хочет, скорее всего того, чего хочет тик-ток, чтобы люди просто в режим, то есть простота, то есть чем победил тик-ток? Ты взял кнопочку нажал, помните там это все там, да, и отпустил, и полетел это видео. То же самое хочет ютуб, то есть он хочет, чтобы люди не отправляли на постобработку, на монтаж, а чтобы эти короткие видео, люди снимали классные моменты в своей жизни и делились с окружающими. И люди приходили, смотрели, комментировали и тоже делились, да, и вот такая вот, чтобы все друг другом делились. И здесь может быть я прав, а может быть и не прав, сервис это третий лишний. Вот поймите меня правильно, что когда вы еще, а есть еще такие, которые там типа поможем там, подписчикам нагоним, то есть вот чем больше вы делаете того, что мешает ютубу понимать о чем ваше видео, чем хуже для вашего канала. Резюме. Я считаю, что чем меньше сервисов вы используете, тем лучше. Чем меньше видео ваше проходит обработку, постобработку, монтажную там, да, тем лучше. И в скором времени в самом ютубе уже будет огромное количество инструментов, как и в ТикТоке, они же развиваются, да, там фильтры, заголовки, музыка, вставки там, не знаю, моушен, да. То есть почему это делается? Потому что тогда Ютуб может и в ТикТоке, Ютуб, тогда они могут определить, что это уникальное видео. Просто пара-бара-бам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова